Привет! Так как Doogee S88 Pro уже начал продаваться, и я все же решил сделать про него отдельный ролик, так как считаю его вполне неплохим смартфоном, особенно за ту цену, по которой его сейчас уже предлагают на Али. 249 долларов. Исходя из моделей, выпущенных ранее, можно сделать предположение, что это что-то среднее между моделями S68 Pro и S90 Pro. Вообще, по сути, дизайн здесь стал гораздо интереснее. Появились сзади два световых индикатора, которые сообщают о пропущенных звонках, уведомлениях и даже будут развлекать вас во время воспроизведения музыки. Конечно, дизайн весьма узнаваем. Защита по стандарту IP68 и IP69K, естественно, присутствует. Но главный акцент как раз-таки поставлен на аккумулятор емкостью 10 000 мАч. При этом и корпус сохранил адекватную толщину, судя по рендерам. Но в реальности в большинстве случаев живой смарт будет чуть толще, чем на изображениях, наблюдаемых вами прямо сейчас. Беспроводная зарядка на 10 Вт и реверсивная зарядка на 5 Вт. Если честно, то для таких огромных аккумуляторов это реально уже смешно. Вряд ли вы захотите 10 часов заряжать свой смартфон, не так ли? Проще кинуть на кабель и в несколько раз ускорить этот процесс. Маркетинговая уловка, не более. NFC сейчас пихают даже в бюджетные защищенники, поэтому здесь уж удивляться нечему. Процессор Helio P70 кому-то нравится, а кому-то нет. Но по факту для этой цены сойдет. Игрушки будет тянуть, работать будет абсолютно нормально. От камеры, например, ожидать звезд в небо точно не стоит. Опять же смотрим по примеру Doogie S68 Pro. Там такая же 21 Мп матрица в основе. Но при этом такие параметры в этом ценовом сегменте являются нормой для подобных аппаратов. Смартфон явно не останется незамеченным. Многие сейчас гонятся за огромными аккумуляторами, а у Doogie таких смартфонов немного. И S88 Pro отличный вариант в целом за 250 долларов. Это был краткий обзор Doogie S88 Pro. Пишите, что думаете о таком смартфоне. Также подписывайтесь на канал и всем пока.